Добрый день, уважаемые дамы и господа! У нас замечательный прошел разговор, прекрасная сессия, были три академика, Нигматуллин, Ушачев, Каракотов, были прекрасные эксперты, были прекрасные практики, очень спокойный был разговор, но на таком, я бы сказал, оголенном нерве. При всем богатстве нашего агропромышленного комплекса, при всей нашей замечательной отчетности по экспорту пшеницы, по экспорту агропромышленной продукции, которая превысила уже импорт середины двухтысячных годов, наш поезд аграрный, сверкая огнями, гремя манжетами, на полном ходу въезжает в системный аграрный кризис. Это главный вывод, который мы сделали. И главная тема этого кризиса – это не металл, это не топливо, – это не трактора, это не комбайны, это не что иное, как кадры. В сельском хозяйстве некому работать. Каждый человек, который выехал из сельского хозяйства в город – это плюс один охранник в Московском торговом центре. Это, к сожалению, главный вывод, который мы сделали. К чему приводит опустение сельских территорий? Приводит к тому, что в случае чрезвычайных ситуаций, в случае техногенных катастроф, в случае каких-то климатических бедствий, наводнения, землетрясения и, не дай бог, масштабной войны городскому населению просто будет негде скрываться. Парочка исторических примеров, аналогий. Сороковой год Великобританию начинают бомбить. Черчилль принимает очень тяжелое решение, которое очень трудно проходило, неимоверно сложно о вывозе молодого населения, имеется в виду детей, беременных женщин и учителей, что характерно, в сельские населенные пункты. Таким образом, после того, как Лондон и Ковентри были снесены практически до фундаментов, это поколение было просто спасено. Но для того, чтобы это поколение было спасено, в сельских территориях должны быть, во-первых, подготовленное жилье, какие-то рабочие места, то есть это должен быть действующий бизнес в сельских территориях и места для размещения. Что мы, собственно, имели и в 40-е годы, в начале 40-х годов, в начале Великой Отечественной войны, когда миллионы людей спаслись в сельских территориях Узбекистана, в сельских территориях Сибири и Верхнего Поволжья. Это была грандиозная операция по спасению населения, прежде всего. Вот что такое сельская территория населенная. Это место спасения наций. И если в этом месте никто не живет, то и спасаться, собственно говоря, негде. Вот это главнейшая такая тема была, которую мы обсуждали вчера. Что идет на замену? На замену идет то, во что еще российский агробизнес не наигрался. В это наигралась уже Европа, в это наигралась Америка, в это наигрался практически весь такой крупный аграрный мир. Эта тема называется латифундию. Латифундию, скорость, с которыми распространяются латифундию по территории России, она превышает, по-моему, все допустимые скорости, потому что уже отдельные размеры латифундию превысили миллион гектаров. Это частная земля. Частная земля, которая мечтает о том, чтобы там не было населения, потому что им выгоднее работать с рабочими, которые приезжают по найму, так сказать, поработал и уехал. Такая работа. Поэтому что может быть выходом из этой ситуации? Пересмотр, конечно же, экономической политики. Экономическая политика, она заключается сейчас в следующем. Экономическая политика заключается в том, что кто-то, не кто-то, а определенные слои в правительстве, они воспринимают сельское хозяйство как новую нефть и людей как новую нефть. Поэтому количество штрафов, которые получают, которые изымаются, так сказать, из оборота сельскохозяйственных предприятий, оно превышает количество субсидий, которые сельскохозяйство получает. Это уже совершенно точные цифры. Они уже имеются в нашем распоряжении. Не только речь идет о штрафах, но еще и речь идет о пошлинах. К чему привела, например, пошлина на вывоз зерна? У нас такой когнитивный диссонанс наблюдается. С одной стороны, все говорят о том, что нужно вывозить зерно, а с другой стороны, у нас есть ограничение на вывоз зерна в виде пошлины. Непонятная внешняя причина, а внутренняя она совершенно понятна для тех, кто понимает. Изъятие денег в виде пошлины наносит ущерб рентабельности предприятий, которые производят зерно. Таких предприятий большинство. Вот это моржа, что называется, от большинства, она переходит к меньшинству. Те, кто занимается животноводством, хлебопечением, свиноводством, птицеводством и так далее, и так далее. Но основную зарплату, что называется, люди всегда имели вот зерна. А зерно сейчас нерентабельно. К чему это ведет? Это ведет к тому, что люди просто перестают сначала получать прибавку к зарплате в соответствии с инфляцией и решениями, так сказать, партии и правительства. А затем люди просто начинают увидеть, что у них уменьшается эта зарплата уменьшается. А раз она уменьшается, люди просто начинают искать места, где лучше. А где лучше сейчас есть где. Есть военно-промышленный комплекс, где хорошо платят, и есть те самые города. Поэтому, когда говорят о депопуляции сельской местности, это очень мягкий термин. Я назову этот процесс бегством. Сейчас это просто начинается бегство. Бегство, которое напоминает тот самый период, когда сельскому хозяйству вернули паспорта. Начиная с 60-х годов, начали возвращать паспорта, и люди получили возможность перемещаться. А сейчас, да, если кто-то не знает, то последние паспорта вручали в сельском хозяйстве в 1980 году перед Олимпиадой весной. Игорь Борисович, извините, что прерываю. Да, я понял. Все, я заканчиваю. Резюмируя итоги вашего круглого стола. Итоги круглого стола. Нужно, во-первых, отменить все поборы сельского хозяйства. Это раз. Я просто на эту тему могу говорить долго, поэтому спасибо, что вы меня прерываете. Я могу говорить до утра. Я готов вас слушать, но просто... Да, хорошо. Два дня наговорился, наслушал. Да. Извините за такую лекцию, но у нас был очень напряженный разговор. Вы спросили просто, о чем разговор. Я и рассказываю, да. Нужно отменить все поборы сельского хозяйства в виде штрафов. Это раз. Уменьшить регуляторику. Это два. И начать длительный и мучительный процесс ограничения латифундии. Латифундии в виде агрохолдингов свою историческую функцию выполнили полностью. И настал момент, когда их нужно ограничивать. Для начала запретить определенное количество, выше определенного количества земли иметь в одних руках. Вот этот момент, который нужно будет провести совершенно точно. И на этом я позволю себе прекратить недозволенные речи. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.